В среду я выступал с трибуны и видимо неправильно некоторые товарищи поняли мою последнюю фразу насчет мер наказания, расстрелы, повешения. Я говорил о мафии, о преступности, о криминалах, о коррупции. Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю даже многие. Вам это никакого отношения не имеет. Вы вспомните в театре артисты со сцены обращаются там с гневными словами. Это что отношение к зрителям сидящим в зале? Это к власти, к законам, к ситуации в стране. Я говорил мальчика мучили в Ленинградской области. Я говорил про нарушения в Московской области, связанные с выборами. Про почту России, незаконные 92 миллиона. Если я сегодня скажу про Юревича в отношении его уголовное дело, что депутат от Челябинской области снова начнет меня прерывать здесь и не трогать Челябинскую область. Поэтому давайте не мешать выступать. Я никогда себе не позволю какие-то особые высказывания даже в отношении действительно преступного мира. А депутатский корпус не имеет отношения. Это фигура речи. Я к стране обращаюсь. Вы меня и так слышите сотни раз здесь. Когда я здесь говорю, я думаю о том, чтобы нас услышали миллионы. Миллионы услышали нас. Вот сейчас я буду обращаться опять. Дружба народов у нас, да? Замечательная дружба народов. Только русский сидел 4 года в рабстве в Казахстане. Что кто-то обидится на меня тоже? Сторонники дружбы народов. Я не против дружбы народов. Ну за что в наше время ученые из Сибири 4 года в рабстве? Над ним издеваются, избивают его. Чабан, конюх какой-то. Вот с трудом вырвали. А что, это единичный случай? Полно. Тогда некоторые скажут, вы подрываем дружбу с Казахстаном? То же самое на Кавказе, в Закавказье и в некоторых русских областях. Дело не в том, в каком регионе, а что это имеет место. И как правило, рабы русские, ни одного не встречался, был представитель другой национальности. В Таиланде нашу туристку сажают в тюрьму, рыбок покормила, ни в том месте, ни там. Ну это может быть законы местные. Но давайте мы, когда какие-то соглашения ратифицируем с этой страной, попросить Минюст внести изменения. Или наши туристы едут в Таиланд, или вы меняете законодательство. Мы согласны. И у нас где-то написано в зоопарке, не кормите зверей. Какие-то есть специальные места, где, так сказать, нельзя действительно даже подходить к ним. Но вы предупредите, чтобы туристы это знали. Пускай дают вместе с путёвкой и объяснение, что в этой стране нельзя делать то-то, то-то и то-то. В Турции швейцарскую пару посадили в тюрьму. На палатке они вывесили флаг Швейцарии и турецкий. В Турции это оскорбение флага. Всё в тюрьму. Не надо ездить в страны некоторые. Или чтобы туристы наши знали. Я говорю в данном случае туристы из Швейцарии. Это было давно. Когда в Турции был фашистский уголовный кодекс, списанный у Муссолини. Ну вот завтра у нас с вами, вернее сегодня, значит, здесь вот выступал, не буду называть фамилия товарищ, хорошо говорит, молодец. Вспомнил статью 282. Говорит, давайте, наконец, её уберём, это русская статья. Я хочу напомнить этому товарищу. А кто её вставил в уголовный кодекс нашей страны? Нет. Покойный депутат Илюхин. Вместе с ещё одним депутатом. Но давайте всё-таки быть честными. Статья плохая, но если вы от этой же фракции предлагаете эту статью убрать, напоминайте, кто её сделал, эту статью. Чтобы был порядок. И, наконец, это наше право выступать здесь. Если мы не будем прерывать выклики с мест. Ну почему фракция ЛДПР ни разу никому не мешала выступать? Ни разу, ни одной реплики. Это же порядок. Выступал по целе фракции КПРФ. В зал гудел. Возможно, было неприятно. Не все слушают. Это нормально. Мы не можем заставить депутатов прямо смотреть трибуна и слушать всё. Это не школа, не казарма. Но срывать выступления, мешать отпускать реплики, это недопустимо. Уже же был скандал здесь, когда вот здесь, на этом ряду сидели другие депутаты от ЛДПР и постоянно бубнили, кто бы ни выходил сюда от ЛДПР, они вступали чуть ли не в полемику. Их пересадили. Всё, теперь тишина. Ну, значит, навели порядок. Но чтобы принять меры, нужен скандал. Вы же понимаете, что есть разница между лидером партии и рядовыми членами. Я не хочу себе приписывать Ленин. Но вы понимаете, что миллионы коммунистов были, а Ленин был один. Если его обвинять в каких-то резких высказываниях, он в каждой резолюцию написал. Расстрелять! Расстрелять! Кто-нибудь на него в суд подал? Посмотрите в архивах. Никто не подал в суд на Ленина за все его резолюции. Расстрелять. Как можно больше в Пенской губернии. Повесьте их, чтобы вся губерния видела. Он призывал. Он говорил. Это преступление. Тоже можно сказать? Но вы понимаете, есть разница. Лидер партии, за которым ответственность говорит на все темы. Я вчера был в поединке. Это что думаете? Просто так даются вот так выступать, о мироустройстве говорить? Это не пирожки в нашем буфете купить. Мироустройство. Карл Маркс до этого не дошел. Не успел. Слава Богу, что умер вовремя. Поэтому, возвращаясь к годовщине референдума о сохранении СССР, мы говорим, он был нарушен. Но мы должны с другой стороны говорить. Он был не нужен. Разве можно ставить на референдум вопрос о существовании государства? Когда-нибудь в истории человечества было такое? В Швейцарии референдум. Быть или не быть в Швейцарской конфедерации. В тюрьму за это. В тюрьму. Если кто-то скажет, что один кантон надо отделить, в тюрьму. Если добавить, пожалуйста. А мы ставим. Это одна ошибка. Нельзя было ставить вопрос о сохранении страны. Вы понимаете? Это же дикость. Это аборт. Собирается женщина делать, они спорят. Будем делать, не будем. Мы говорим, преступление. Вы убиваете ребенка. Тут целая страна говорит. Да, давайте. Пусть народ решит, быть или не быть СССР. Второе. Вы, наверное, до сих пор не прочитали формулировку, за которую мы голосовали. Согласны ли вы жить в обновленном союзе суверенных республик? Вы понимаете, что референдум сам по себе уже уничтожал наше государство? Ну, если союз суверенных республик, по-русски союз независимых. Если мы выполнили бы решение референдума, мы должны были дать независимость всем республикам. Они бы сказали, а мы хотим жить отдельно. Поэтому изначально это было недопустимо. Ибо союзный договор от 30 декабря 1922 года исчерпал себя после вхождения во вторую советскую конституцию 1924 года. Сто раз исчерпал себя в конституции 1936 года. И 1977 года. Его нету. Но опять совершают ошибку в последней советской конституции. В конце пишут, что каждая союзная республика имеет право выхода из состава союза. Ну хорошо, был Ленин, первая революция, непонятно, новая страна. Ну в расцвете Советский Союз. Вы зачем пишете там еще? Объясняю зачем. Чтобы еще кто-то вступил в состав СССР, но знал, что можно выйти. Болгария просилась, Монголия, потом Афганистан. То есть мы играли с законодательством. И доигрались. Поэтому здесь должна быть правовая культура. Чтобы мы таких ошибок больше не совершали. Как сейчас по Крыму. Им не нравится референдум. А в Косово референдум? Им это без референдума. Все. Независимое государство. Поэтому здесь они играют. Они тогда референдум считают правильным. Когда он им нужен. Я вас уверяю, Шотландия проголосовала за выход из Британии. Подтусовали результаты. И чуть-чуть там полпроцента, якобы, большинство жителей высказались, чтобы Шотландия оставалась. Все равно выйдет. То есть мы запустили самый страшный инструмент разрушения всех государств, когда восприняли марксистский лозунг, подверженный Лениным, право нации на самоопределение, вплоть до полного отделения в том государстве, где они находятся. Все. Все, кто марксисты на планете Земля, они будут требовать создания любых государств. Группа граждан в этом селении за отделение, все, вот будет государство. У них будет один пограничник, один таможенник и две старушки, получающие пенсию. А на что жить, это пускай соседнее государство думает. Поэтому это же, так сказать, надо нам всем понять раз навсегда. Вот вчерашнее мое выступление, поединок, и большинство граждан России проголосовали. Только большое государство обеспечит безопасность всех. А если дробить все страны на маленькие, это путь к гражданской войне. Мы ее получили с 18 по 21, мы ее получили с 85 по 99. Поэтому только большое государство обеспечит безопасность. Тихо. Видите, я заканчиваю. Кто-то прерывал меня? Нет. Я что-то сказал, оскорбительное читать? Нет. Давайте будем взаимно вежливы.